Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читаем Евгений Бразовый Пушковский Предисловие Отправляясь в центр интереснейших событий нашей эпохи, я буду переживать их там, воспринимать, чувствовать «Я» и все там находящиеся. В каждом из нас, как в каплях все того же океана, отразится переживаемое этим океаном. В свою очередь, передать это читателю, дать ему почувствовать то, что переживаешь, цель этого дневника. Я беру на себя большую ответственность перед читателем. Быть правдивым. 28 апреля 1904 года Волга Мой поезд выходит из Москвы 29 апреля. Я пользуюсь временем и еду по Волге с тем, чтобы сесть на поезд в Самаре 1 мая. С Волгой очень много связано у меня в жизни. И для меня было бы очень тяжело не повидать ее еще раз, еще раз не пожить ее жизнью, проехать на пароходе, под шум колес вспоминать, думать, читать, писать. Сегодня я сел на пароход в Нижнем. Литературный кружок, провожавший меня, уже высадился. Я стою у широкого окна, и на душе пусто. И давит душу мысль, что уже немного близких и дорогих остается пока со мной, а остальные остались там, за этими широкими, безмолвными очертаниями воды, леса, далеких гор. Весна только начинается, и вся еще охвачена пустотой. Едва приметна молодая зелень деревьев, только еще начинают зеленеть поля и подавляют эту начинающуюся жизнь бодная даль до неба, до ветер. В уютном уголке, где-нибудь на палубе тепло, нежно ласкает солнце, но на открытом месте пронизывает еще холодный ветер, и нет еще растворившей весь холод настоящей весны. Нет того мгновения, о котором говорят крестьяне, вздохнула земля. Мгновение, когда пар идет с земли. Пар и аромат, и тепло. Когда холодный ветер сменяется малеющим, нежным, как ласка, ветерком, ветерком, который прозрачными волнами рябит над землей. И когда такая весна приходит вопрямя, крестьянин крестится и думает «Быть урожаю». Думает, но не говорит. Боится с глазу. Вечереет. Из окна я вижу только небо до края берегов. И весь воздух кажется голубым, совершенно голубым, сперва нежным, прозрачным, а потом густым, темным. Вода Волги еще мутна, и, не отражая, не сливаясь с небом, течет во тьме широкой грязной полосой. Я смотрю, и картинки недавнего прошлого проносятся в голове. В Петербурге, на улице. С тяжелым грохотом везут снаряды, лафеты. Вот я в Москве, в китайском магазине. Три китайца. Молодые, с длинными косами, нежный резец контуров. Что-то болезненное в этих вздутых складках над раскрашенными глазами, в прозрачной желтоватой коже. Красивая рука, смущение и красота движений. Я спрашиваю, китайцы будут воевать с нами? Китайцы молча переглядываются между собою. «Нехорошо воевать», «Нехорошо воевать», видом напоминающие иностранцев. Много и настоящих иностранцев. Говорят о войне, о делах. Что касается дотдел, то дел никаких. И единственный товар теперь – деньги. Товар, которого нипочем не найдешь. Какой-то москвич, бритый, круглый, одет с иголочки, округленно жестикулируя, говорит, «Помилуйте, нам, москвичам, в пору и в гроб ложиться? Весь оборот с Сибирью стал? Ведь вся торговля с этой Сибирью на векселях. Ну, поставишь свой бланк, учтешь, и идет дело. А теперь ни с каким бланком векселя не приходят. Этакую груду векселей из-за улицей держать в своем столе. Кто же выдержит? Говорят о войне. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин. Полное собрание сочинений. Том 6. Петроград. Издание «Товарищество». Маркс, 1916 год.